Перед тем, как дальше, отправимся. Покажу еще тут, если помедитировать и вернуться обратно, можно прям увидеть, как вот все по-другому изменилось. Свет везде загорелся. У него там тоже освещение. Ого. Ну так, в миру. Ага. Так, ну-ка, стой. Здравствуй, Герн. Кто тебя привело сюда? Кто получит трон? Я, кстати, не знаю, был у него этот диалог, интересно или нет. Не знаю, так мы и не говорили с ним. Да, мы с ним не разговаривали. Ну, можно спросить. Борьба за корону становится все яростней. Нехорошо, когда брат и сестра ссорятся. Я знаю это по собственному опыту. У Хьялмара огромные амбиции. Но для всех нас было бы лучше, чтобы в споре победила его сестра. Ты правда так считаешь? Люф тебе говорит благодарность. Я благодарен ей. Да будет Хеймдаль мне свидетелем. Никто не сделал для меня столько, сколько ты и эта девушка. Но главное, она показала редкую сметливость и отвагу. А эти свойства сейчас больше всего нужны островам. Это все-таки уже после происходящего диалога. Угу. Прощай. По результату. Ну да. Он спит, что ли, там? Ну да. Дремлет. Он ребенок. Угу. Ладно, мы сейчас возвращаемся обратно на основной остров. Поспрашиваем, попробуем помочь второму ребенку этого Крайта. Анкрайта. Такими клиночками можно разу-интересно. Такой ли ты крепкий, как выглядишь? Я-то издалека на этих хоккейм наюх. Говорят, мы сюда им сдал поскольку ушло. Хорошо сидите. Да. Она кинула его пуполину в воду, и та свернулась в форме ужа. Знаете, что это значит? Что он будет быстрый, как смея? Или что он выскользит из любой ловушки, он тебя выслушает? Нет, ты издеваешься или дорогу хочешь спросить? Но это предсказание мне даже больше нравится. За здоровье предсказателей! Нормально. За здоровье предсказателей. Так, а вы кто? Я ищу людей с Ундвика. Ивар с острова. А я когда-то плавал туда-сюда без перерыва. Береговую линию с закрытыми глазами не висит. А все там хорошо. Только вот эти гребаные сирены... Меня спроси. Меня или Акселя Антур-Дорога? Что люди из Сарцгейлига могут знать про Ундвик? Когда Хьялмор собирал команду, ты другой говорил. Да, любовь твоя к роду Анкрайд кругасла. Так, ну давай-ка, наверное, про сирены сначала. Эти сирены, о которых ты говорил. Много их на Ундвике? Ужасно много. Больше, чем на других островах. Конечно. Как-то во время лу, они напали на меня и на вас. Прежде, чем я успел их отогнать, его утащили в воду. А меня так отделали, что... И как вы отгоняете сирен? Ха-ха! Сразу видно, ты не с островов. Рогом Хорнвала? Стоит затрубить, удирает аж волна Айдил. А вы поделитесь с этим урогом? А то меня они тоже достали уже. И ворсам оттуда, а ты знаешь эти воды. Вы-то почему не поплыли с Хьялмаром? Потому что для такого похода нужен настоящий вождь. И не молокосос, который только придумает мне подставить голову, чтобы налить шишку. Я когда-то... Тебе бы только гузно просиживать. Княжна ты, зеликанская. Подвернулся, отважный я, ровно дойди. Если бы морские твари не попортили мне ног, я бы и сам поплыл с Хьялмаром. А вместо того делю стол с таким вот брюзгой. Ты-то за каждым бы увязался, кто не позови. Хоть бы и за краховой дочкой. Мне надо на Унтвик. Еще один. Любите приключения. Ну, слушай внимательно, если не хочешь прийти на дно. Как выйдешь из гавани, иди на юго-запад. Следи за скалами, они торчат прямо из-под воды. Так что придется покрутиться. Часть из них едва притоплена. Смотри, не напарись. Если пробьешь дно, пиши, пропало. Пара минут пледяной в воде и ты труп. Я когда-то... Не отвлекайся. Ладно, ладно. По течением тоже следи. То есть несет с курса и выбросит на скалы. Если повезет, ты встанешь ровно там же, где должен был высадиться Хьялмарк. Приятно с вами поговорить, но мне пора. Будьте здоровы. Это я, наверное, нашел сразу тех, кто мне нужны были. Ну, я тоже так думала. Ну да. Чего тебе? Я ищу людей сундвика. Все умные. Я слышал, многие уцелели. Вот ты упрямый. Что ты хочешь знал? Ты был там, когда напал великан? Ну, был. Я должен был Ярла охранять, но я подвел его. Не верил я в то, что жрицы говорили, что кара нас настигла. Что мы вроде как железо у земли отбираем, пуем на мече, а потом люди ими друг друга режут. Что Фрейя нас накажет. Только может и правда говорить. Расскажи мне о смерти Ярла Умдвига. Ярл Харальд собачьим мордом. Вся его дружина пала в ту ночь. Вильмар, Вильфред и Вильфред. Когда я туда прибежал, все уже было кончено. Только Вильмара увидел, как великан его кинул по скалу. Он прямо рядом со мною упал. Все кусти ломали. Рисло его, как лососи на песке. Харальд тогда уже был мертв? Где это он? Дрался, как медведь. Рубил, уклонялся, кричал. Только не спасло его. Ты-то как выжил. Сперва я услышал, как гигант ворчит на этих своих летучих сири. Он ими командует. Можешь себе представить? Человеку со страху всякое видится. Я знаю, что я видю. Я рванулся, ярлу помогая. Но и в меня одна вцепилась. Хотела, должно быть, гнездо утащить. Я вырвался. Только как грохнулся о землю с высоты. Не смог потом встать. Последнее, что я видел. Как туча сирена кружала ярлу. Он кричал еще. А потом вдруг. Само. Те, что выводили женщины, детей к лодкам. Забрали меня. Я без сознания. Так меня и вывезли. Мартскель. Что ж там такое-то? Мне пора. Страсти какие. Бывай. Так, может еще можно с кем-то поболтать? Давай, еще поболтаем. Вон там двое, здесь двое. Именных смотри. Да, да. Выжившие. Это все оттуда, что ли? Угу, похоже. Вот где выжившие. Это островитянин. А то не то немножко. Морта вроде не старая, но волосы себе. Страстианин, страстианин. Ну все похоже. Да, все. А это тоже дверь шиминная. Ага. А вон там дверь справа. Какая дверь справа? А вон, кстати. А, это вход? Да нет, подожди, это кухня. Вот. Пряжут тут всякие. Ну тут так, кухонка, типа. А еще дверь. Где? Вот. Это выход. А, ну ладно. Ясно, ясно. Я думаю, можно с этим страктическим сейчас поговорить. Попробуй. Вот. И, наверное, у него там можно карты какие купить. Приветствую. Я Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком? Знаю. Тебя здесь уже успели обсудить вдоль и поперек. Ищешь место за столом? Я справлюсь. Пока я хочу просто поговорить. Да. Можно сыграть? Давай-ка сначала товары. Чем это у вас так вкусно пает? Четыре карты. И есть. Элементаль земли. Что-то. Эридин Брэк. Класс. Это же... Да, лидер. Точно. Казнь. И Гоша. В чудовище. Ну ладно. Так. Нравится? Нравится мне здесь. Еще бы. Когда я приехал с Ундвика, здесь были одни развалины. Чайки срали в кружки сквозь дыры в крышу. Я купил этот сарай, засучил рукава и сделал из него приличное место. Почему оно называется Новый Порт? На Ундвике у меня был старый порт. Несколько старых клиентов до сих пор заходят вспомнить прежние времена. Угу. Ну, по. Похоже, нам предстоит на Ундвике порядок навести. Спасибо, что уделил мне минуту. Да. И причем там, похоже, будет что-то... Милости просим. Очень такое масштабное. Вроде сказать, я бы охотно сыграл в карты. Может, пойдем в Гвинт? От Гвинта я никогда не отказываюсь. Молодец. Прям удивил, он даже ответил. Обычно они такие молча кивают. Ага. Добавлять мне вроде некого. Казнь можно еще одну кинуть. Ну, смысл. Хотя... Не знаю. Не, не буду. Так. О, как. Прям два шпиона сразу, да? Мне даже и менять-то, в общем-то, особо нечего. Точнее, просто нечего. Ух ты, еще один шпион. Ну, просто красота. Вот мне теперь эльфа только не хватает. Лекарь, отлично. Ну, и можно пасовать, я так думаю. Тут бороться нет смысла вот с этой вот первой линией. Хотя... Да не, я сейчас мороз, если сдам, то у него там какая-нибудь ясная погода есть. Ясное небо. Нафиг. Пасую. Правда, он сейчас в следующий раунд тоже пасует. Ха. Хитрый ход, хитрый. Стоп, он не стал пасовать? Не стал. Слушай, не стал пасовать. Это странно. Подозрительно. А теперь спасовал. Диет, мальт. А кто у меня там? А, понятно. Две золотые. Гадит такой. Ага. Ну и мороз еще давай. Леший. Ну, потянем время, что ли? Угу. Ха. Одна осталась. Да, я думаю, я выиграл уже. Кто у него там? А, опять не показали. Не показал, да. А, все, я уже выиграл. А, все, я уже выиграл. И менталя огня. Хорошо. Стоп, там же с ним еще можно было поговорить. Да-да-да, там дялок был. Милости просим. Я слышал, что Хьялмар набирал здесь людей в поход. И еще как! Ворвался, скинул миски со стола, влез на доски и кричит. Я плыву за славой! Кто со мной? Кто хочет снести великану башку? Думается, с такими речами он набрал целый дракар людей. И его на руках из горчмы вынесли. Все вопят, один громче другого. Отобьем, мол, кузни. Выпустим великану по трахару. Это надо было видеть, ведьмак. Аж сердце радовалось. А можно прям сверху? Ну, наверное, да, оба. Вижу, что Хьялмар здесь популярен. Как видите, он сын траха? Башковитый парень. И компанию добрую подобрал. Что подраться, что нажраться. Сколько я после их дебошей повыкидывал столов и лавок. Ну и эти, Сундрика, которых он зазвал. Тоже не про щелыги какие-нибудь. Один из клана Тордорова всю затею с походом и выдумал. Это мастер-лакодел. Как его там? Лиги. Точно. Он же возомнил, будто заслужит прозвание неустрашимый. Только покуда его помешанным зовут. А что за кузню собрались отбивать? А ты не слышал, что броня Сундрика лучшая на островах? И мечи у них преотличные. Потому что мы мечи делаем. Как краснолюды и эти свои. Сигели. Мягкая многослойная сердцеверина и прочная сталь снаружи. Откуда ты знаешь? Это секрет клана Тордорова. У меня есть знакомые краснолюды. А может и есть. Только такой руды, как в шахтах на Ундвике. Тогда же и у... А ни у кого нет. Вот что я скажу. Был же у Хьялмара какой-то план. Какие там планы? Они даже не знали, где великана искать. Помню, Виги хотел идти в горы через замерзшее озеро. Говорят, оттуда великан и пришел. Его разбудил мороз, что сковал землю вокруг башни. Ну, это... Зима была суровая. А этому я доеду только того и надо. А будет еще хуже. А же боги. Ну, ясно. Что, не веришь, что Рагнарёк идет? Скоро поверишь. И все поверите. Обязательно. Бывает. Вашим услугам. Если хочешь разузнать еще что про Ундвик или великана, Акселя спроси. Или вон там Ранте сидит. А, то есть, предполагалось, что мы сначала к трактирщику подойдем. Ну да. А мы сразу все разузнали. Золотоволосые, румяные. Понятно. Так. Но есть смысл, наверное, сесть на лодку и проплыть туда все-таки своим ходом. Хотя... А вот про эти они говорят, что здесь все торчит вон. Да. Ну, блин, далековато как-то. Я думаю, где-нибудь тогда вот отсюда можно. А там лодок нет. А, есть он там. Ну, что-то есть. Или, в принципе, с маяка можно вот здесь и до лодки добежать. И проплыть как раз туда. Может быть, как раз вопросики попутно тут посмотрим. Ну, такие. Они, скорее всего, не особо интересные. Опа. Так. Ага, доплыли, доплыли как раз. Куда-то обломки. А, нет, подожди, это не обломки. А, понятно. Но обломки тут тоже есть. Или это все-таки обломки какие-то, не поймаю. Нет, нет, вот что-то другое было. Какая-то странная конструкция. Я сначала думал, что здесь как бы... Там, типа, может, золото промывает, там, или что-то такое. Нам говорят, возьмать чутье нужно. Искать следы. Прах. Вдоль берега надо идти искать. Я так понимаю. Так дальше же. Аж вон там. Ох, нифига нам пилить. А вон там, набережная. Там есть кто-нибудь, интересно? Или отсюда все сбежали? Не знаю. Мы сюда могли портнуться. Но, возможно, есть смысл заехать, просто посмотреть. Как минимум. Как-то тут мутно. Кто это там? Рычит. Мне тоже интересно, кто это там. Сирена там, кстати. Ну, обращаю внимание, еще бочки могут какие-то полезные. Ну, в смысле, сундуки. Какие-нибудь полезные попасться. Ну, пошла. О, сейчас достану тебя. Не-не, мы сейчас быстро просто пробежим. У нас тут не было, короче. Ага. Это че? Это они-то такие тени отбрасывают. Стремные. Ну, да, здесь явно все брошено. Никого нет. Действительно, недостаточно разрушили. А, фигушки. Ну, давай уж туда добежим тогда. До того дома. Вот тут, по идее, это верно было. Была. Когда-то. Вообще пусто. Угу. Теперь помедленнее. С кем же мы-то столкнемся-то? Ну, все-все-все. Что-то дыхание. Явно чье-то. Там, видел, труп лежал. Слева. Это куда? Где труп? Ну, вон. Ну, вон там. А, точно. В красном подсвечивается. Да, она при этом, а, во. Ну, кто-то уже не дошел. Кто-то уже не вернется. Ну, да. О, стоп. Кровь, наверное. Здесь тащили носилки. А, носилки. Раненые, наверное, еще были. Да, видимо. Это мы удачно начали. Прямо отсюда. Как они шли, получается, идем. Угу. Гарпитом. Чего-чего? Ну, вроде гарпит. Что-то говорят там тоже. Латва, не так быстро. Что там было? Я не понял. Что это? Это что-то... корабль? Какой-то... Сколочено как-то. О, нет. Дальше. О, нет. интересно ну что он их прикармливает приручил вот что мне не нравится еще ни разу не показали этих сирен физии вот когда они не в миловидной ипостаси когда вот у них морда именно вот страшный так и не получается разглядеть вот эта штука она сколочена уже здесь и с досочью вот смотри из чего попала сколочена вообще то есть это видимо сирена делали этот краб они там его делают до сих пор к слову говоря судя по всему доставить сюда деревяшки делают да да с какой целью путь на другие острова завоевывать фиг знают ой тут столько всего следы великана даже там собаки до собаки какие-то что что отлично гром о ну ладно я так про щелку даже не обратил внимание время возвращаться домой дом укрытые дернам и корой это по моему со страху напился к может быть ранены бросили потому что это абсурд полный ну да так что мне пора мой дом родной дом покрытый дернам и корой так а кого он тут он его подкармливал что ли но я не знаю туда что-то скидывал вроде или что он там делала чем на руку туда он туда мясо положил я знаю эту песню что ты здесь делаешь гляди дружина еще один а сколько раз я им говорил чего чего вильфрод да ничему не учится этот хоть песню перед смертью послушал да нет же здоров дурной трупа кто были эти люди это моя дружина они поклялись что никогда меня не оставят его смотри сдержали слова высокий вильмар рядом с ним справа вифред заика это вильхель то я почему вы остались здесь мы не можем уйти солнце мы еще раз великан всех нас поубивает как остальных это да ты харальд собачья морда ярл ундвика я слышал ты погиб по что мы с моей дружиной похоже на мертвяков ну то тоже так значит все думают что я помер может она и к лучшему жесть почему великан тебя пощадил моя дружина и сирены помогают им устроить корабль я шью паруса и иногда пытаюсь бежать тогда сирены прилетают и приносят меня обратно зачем ему корабль куда он собрался обещаешь не болтать моим людям я могу доверять они будут немы как могила но ты я никому не скажу ну ладно великану нужна эта посудина чтобы громить богов во время последней битвы перед концом света и уже скоро все будет готово да ладно зверья тут мало я видел как великан дает тебе еду где он ее берет не знаю я не спрашиваю дружине нравится там на земле лежит обглоданная рука что где вильмар мать твою за ногу кто за порядком будет следить совсем не умеешь хранить тайны у нас был выбор или так или с голоду помереть но я никому не принуждал вся дружина была за а где еле я ищу хьялмара анкрайта похоже он пришел сюда с дружиной чтобы одолеть великана да видел я их и вильмар тоже точно у вильмара соколиный глаз они стояли на том же самом месте что и ты сейчас и все выглядели довольно скверно рыжий лейв фолан виги между нами говоря у парня с головой не все в порядке ну и молодой анкрайп тот тоже был тебя узнали нет и к лучшему ты помнишь когда это было когда было что когда здесь были хьялмар анкрайт и его люди да это не помню вильхельма спроси они говорили куда пойдут не помнишь вильмар а да они собирались разбить лагерь старой сторожевой башни ее найти просто стоит посреди долины и ничего не стережет я постараюсь вернуться к тебе когда найду хьялмара ты так уверен что его найдешь может еще и великана в одиночку завалишь все люди одинаковые а вильхель им кажется что они бессмертны мне пора будь здоров слушай если ты действительно сумеешь вернуться принеси мне из деревни немного крепкой дротвы и гвозди гвозди у нас тоже кончаются запомнишь гвоздей и дротвы я запомню на совсем плохо станешь дурачком конечно при таких обстоятельствах но там сундук стоит да по-моему я думал что хорошее может будет все таки такое место особенно 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 меня конечно порадовала причина которую он строит корабль этот великан а ой наверх это понимаю мы не заберемся похоже что так я не вижу по крайней мере каких-то лесенок много а зачем такое большое это делать но он же здорово он под себя сделать он здорово нормально здоровый великан как я не знаю 50 геральтов погоди а вот справа что такое там желтого это то что это носилки носилки здесь тащили носилки а почему здесь красным светится так же но возможно к великану нет смысл сейчас идти а великан у нас он туда утопу о надо поискать другой путь а он там запрыгнул что-то просто ну да ну как запрыгнул он перешагнул он здоровый ему хорошо там какая-то бабка еще вроде с не ошибаюсь по звукам было это он там он там Субтитры создавал DimaTorzok